На сегодняшний день река Ялпук находится в очень плачевном состоянии. С чего можно начать? Это первое, что в реке мало воды, как было в принципе и немного ранее, но если вспомнить десятки лет назад, то в реке было довольно много воды и соответственно в ней было богато биоразнообразие. В настоящее время река стала очень маленькой, в нее сливаются различные отходы. Если возьмем город Камрад, то уже много десятилетий река просто на себе несет, так скажем, всю деятельность города Камрада. В нее попадают огромное количество сточных вод, с различных домохозяйств, экономических агентов. сточные воды попадают из-за того, что в городе отсутствуют очистные сооружения, которые бы, если бы они работали, то они бы могли снизить нагрузку на реку, тем самым бы оздоровилась бы экосистема реки. Со своей стороны я направлял большое количество писем различным государственным органам, министерству, Центру общественного здоровья в Камрате, Центру общественного здоровья национальному по Молдове, комиссию парламента по окружающей среде и по оригинальному развитию. Но все получаются действия. В итоге были получены только отписки. То есть вопрос до сих пор не решен. Есть конкретный проект по тому, чтобы построить очистные сооружения нормальные, чтобы город не загрязнял реку. Но до сих пор это не решено. Очень надеюсь и верю в то, что с помощью консолидации усилий как на месте, так и в центре будет вопрос решен. И все найдется необходимое для того, чтобы решить вопрос, в первую очередь, с очистными сооружениями в Камрате, второе, с системой водоснабжения, потому что только 30% подключено к канализации в городе. И третье, это здоровье реку Ялпуг. То есть я не говорю о вернутике в то состояние, которое не было раньше, но хотя бы приблизиться к этому. Сегодня мы находимся на Камрат, на малу риулу Ялпуг, где есть актуальная проблема экологичная, что тянет полуария этого риу для капельной канализации в Камрате. А здесь есть проблема для многих лет, это достаточно актуая, как у фокар, с различные боли и различные гоноаи, потому что авторитетители не предусматривают для того, чтобы решить решение к этому проблеме. В 10 лет, апельные резидуали в городе Камрате были превращены в этот риу, неожиданной статей модернальной статистики. Я думаю, что эта проблема является актуальной, не только для города Камрата, но и для многих других городов в нашей стране. И авторитетители из этих местах, в первом плане, должны поставить акцент на эту проблему, потому что решение этой проблемы является достаточно важной, не только для города Камрата, для того, чтобы иметь нормальную канализацию, но и для местных местах, которые иметь с водой в этот риу. Суты песков, которые продолжают с водой в этот риу, суты турми, которые с адаптой в этот риу, суты о сумедении депутатии, которые продолжают с водой в воду. Суты агентами коммерцией, которые, пына сегодня, решатся с ажиарунцами в этот риу, нефиент предупряты от них. Для решения проблемой канализации, авторитетители из Камрата говорят, что они нужны в порядке 40 млн. рублей. Это только искусство для них, потому что проблема продолжает за 10 лет, но решения до сегодня не были найдены. Сперем очень много, что здесь, на Камрат, будет найдена такая решение temporарная, пока будет построена у статей депутатии модерна, способная для защищения пепутатизации в городе и в районах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова